приветствую вот он бой играем против двух не знаю донатов наверно что уже будет час назад было ничего себе в общем смотрим четвертое место турнир у одного игрока здорового игрока 4 медали так первое место в турнире то есть это типа самый скилловый игрок на своем ранге у меня уже есть два видео против топ-1 турнира тогда у меня вообще не было прокачки так уж получилось тогда по моему меня он были стоковые здания что там было без пво играл против вертексов короче пробивал и топ-1 и не парился сейчас тоже пробили и я вообще думал что это ногу кто у нас команде на супер прокачанный напарник и 662 звездочки после этого боя вам получил ранг 13 а у меня где-то 8 10 улучшений на тринадцатом ранге давайте зайдем я вижу что играем против 10 13 ранка понимаешь что это нубы то есть одноранговые бои я их в принципе не чувствую потому что разница в прокачке нет и тут решая скажем так прямота руки и вообще то что вы делаете во время боя так разветочка знаем эту карту безусловно напарник тоже правильно ставит казармы только 2 ну ладно 2 это 2 берем ящики на центре здесь уже ничего не берем тут и вижу штурмовика я бегу за ним отправляю еще одного стрелка думал убить его но он оказался крепким у меня кстати это почему-то и не удивило но потому что противники обычно качают пехоту и так четыре центра снабжения используем буст электроэнергии вверх встроим немного поздновато просто забыли включить буст электроэнергии в принципе у моего напарника то же самое тоже он забывает ставить буст приходит пехота я говорю ставь сзади вышку где стоит ему правильно впереди надо их есть ставить вышку надо ставить где-то вот здесь чтобы она отстроилась не умерла неважно правило пар пехотинцев до сих пор нет бустая электроэнергии вернулся я кстати за вот этими ящиками потому что прям а что в море никто брать не будет вот и за этим ящиком вернулся в общем играем на расслабоне тут нападает пехота у меня есть 7 стрелков все отбито зачем объясните зачем и нападать штурмовиками наши в той минуте что они могут сделать ну ладно разведал я кайманом что там пехотинцы плюс молот и говорю их фигня говорю я себе поставлю мины может быть тебе поставим мины и ты делай свой контракт на вертолеты не отвлекаться но надо обязательно поставить 6 центра снабжения я тоже уже на так 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 я тоже уже построил себе третий уровень штаба приезжает молот вот смотрите я каждого молота стараюсь вынести вручную то есть я управляю стрелками при этом кренадеры бегают где-то сзади вообще отбились от рук броники ну пофигу бегаю стрелками за молотами и понимаем он 10 ранг ну что он может мне сделать правильно хотя это наверное был 12 ранг и и тут на меня нападают с этой стороны там было где-то штук 10 молотов здесь 7 молотов но 17 молотов на девятой минуте в принципе нормально тоже ни одного бустая не используем я даже выхожу в ягуар а почему бы и нет 40 кло в принципе самое время выходить ягуар бьем молоты сначала просто в патруль поставили потом вручную ну как бы ни о чем игры ну ладно в авиацию так в авиацию я очень долго ждал пока мой напарник делал вот мне хватает наглости потратить кучу ресурсов на вот эти мимки ну и пофигу вообще играем на расслабоне без бустов я даже ставлю строй двор ставлю центр снабжения 6 а чё это у напарника то 6 у меня 5 авиация отлично давайте ускоримся ничего интересного так по ложке ставлю и армию клепаю кавычках одного завода потому что понимаю что как бы противник ни о чем так проверяем здесь ничего не смогли проверить ну я здесь вижу мод и как бы ну мод и к мод и вот здесь я кстати не заметил что улучшается авиазавод и только сейчас у противника третий уровень штаба ужас ужас серьезно так что моего напарнику моего напарника два кречета ну два кречета так два кречета ускоримся так поставил мины поставил вышки казармы чтобы не отвлекаться сказал своему напарнику тоже чтобы он ставил но здесь как бы мин нет и тут мой напарник видит что бежит пехота отлично пехота бежит сейчас будем исключать летят кречеты вот и кречеты они почему-то стреляли только наверно в 1 и унит в общем они должны быть поставлены на патруль и чтобы каждый кречет выбивал свою цель здесь как-то не очень ну ладно теряем кучу топлива летим непонятно зачем сюда я говорю нажми кнопку патруль так здесь возвращаются кречеты но вертекс выбивают топлива нет потеря минус четыре вертекса вот почему он сложновато играть авиации на малом ранге ясное дело вертекс отмадает потому что у меня скопку ошка 3 но недалеко напарник 1 по уошка все равно 2 по ушки они встретили говорю что там вертекс и фигня 10 ранг но там точно был 12 ранг так вертексы летят они кстати все вертексы слиплись все вертексы упали там было 4 вертекса но они все слиплись говорю что мы не нападаем будем давить качем но я не знал что там медали и отвлекся вообще не видел что здесь происходит армию не поднял он говорит помощь нужна я грудание не нужна помощь просто вижу что здесь техники нам просто вообще не технике ресурсы были потрачены на вертекс гениальный ход вот но все таки ягуары были потеряны вертекс их поубивал хорошенько вот и просто до заказом из вот этих казарм спокойно делаем на текание юнитов а не трех отсекать с гринадирами что я в итоге потерял вышки 2 2 казармы и один завод помпали второго уровня то ли первого уровня фигня я говорю что хочу делать мамонт но до мамонта слишком мало кого и и тут мой напарник говорит давай одного снесем я говорю да не я вот и жду пока ты сделаешь контракт уже кучу времени сколько можно а не то было наверно разведка вот здесь он пытался уничтожить на все вслиплить и все умерло тут я говорю напарнику слушай зачем тратить кречеты если как бы это не надо тут надо не кречеты тратить кстати можно было бы присмотреться но нет ой от балды играем вот о чем пиши все таки я решил построить мамонты я говорю напарнику слушай давай ты сделаешь контракт и после этого делаем после этого атакуем потому что если мы их продавим то они тупо сдадутся никакого контракта не дадутся я жду блин 25 минут напарник сделает сейс валит сделать контракт идем идем так где-то здесь должны на меня напасть но где не знаю так зевсы о вот здесь на меня нападает ого так не пропустить я это кстати в этом вообще не вижу что здесь происходит так смотрим казармы уничтожили нам я это был я это так вообще пропустил так но тут мины ясное дело ничего хорошего а куча гренадеров которые тут же дохнет от авиации я тем временем вижу здесь штук двадцать двадцать так давайте остановим сколько здесь пять семь восемь девять нет здесь это штук двенадцать зевсов часть умерла часть это тайфунчики но армии я не управляю отбегая все назад потому что уши и вот это отблых хотят отбиться скинула от рук игры напарник отправишь просто пехоту напарник отправляет пехоту туда и тупо все сердце умирают на пехоте вы где-нибудь видели такой бред как можно играть ну как вообще так можно играть отправить кучу гренадеров для чего ну что могут сделать гренадеры против нормального оппонента но нифига не могут ну и тут мы идем в атаку и здесь у меня пропадает интернет пропадает интернет не следим вообще ни за чем вот ездит у меня мамонт здесь не разложен о наконец-то разложил мамонт вот интернет пропадает ну как бы пофигу так кого у меня теряется до заказа нет пехоту хотя бы заказал побольше сразу так смотрим ресурсы 1300 1400 1800 1800 ресурсов до заказа нет я думаю ну что делать давай построим тупо заводы будем клепать что-нибудь побыстрее там баронник кто-нибудь фигня потому что все равно противника там ну здесь детство ну что они могут сделать против пехоты это бред серьезно ну как так можно играть один игрок нападает другой с другой стороны непонятно что делать пару зевсов клепает ну так дела не годятся я согласен гренадеры это штука жесткая ну блин надо хоть какую-то поддержку поставить разве нет так офигенный до заказ один мамонт один ягуар пам 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 ну тут просто добить ее ягуарいく Девсы есть, непонятно зачем тайфуны строились. Серьезный бой ни о чем. Я говорю напарнику, легче ли играть девсами. Серьезно отбиваются от рук ягуары, и они как-то падают очень быстро. Играем вообще без бустов против топ-1 турнира. Ну, теперь вы понимаете, как играют туровики. Просто давят голдой, качем и ничего больше. Ну и безусловно, на малом ранге тупо нету нормальных оппонентов. Так, катаемся брониками, типа, кусаем. Вот, пехота бежит непонятно куда. Типа, брониками бьем град. Как бы база ни о чем. Вот, смотрите, какая база моего напарника. Ну, это кобес какой-то. Ой, вот такой вот бой получился. Да, надеюсь, такие противники мне больше не попадутся. Ну, а вам я желаю удачи, подписываться на мой канал и ждите новых роликов.